МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. И сегодня у нас в гостях имам Мухтаси Призанской области Рашид Болтащеев. Здравствуйте! Сегодня у нас главная тема – предстоящий праздник Ураза-Байрам, который в этом году пройдет 15-го числа. Малевин в Рязани в этот раз будет в новом месте, но об этом мы с вами поговорим попозже. Сейчас бы хотелось поговорить о самом празднике. Что этот праздник означает, какие обычаи с ним связаны? Ураза-Байрам – это один из наших главных праздников в исламе. У нас обычно два праздника. Услам крупных, самых больших – это Ураза-Байрам, праздник окончания поста в месяц Рамадан, и Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения, который тоже у нас не за горами, порядка через 70 дней он тоже будет. Мусульмане в течение всего месяца Рамадана по приказанию Всевышнего Аллаха воздерживаются от еды, от питья, от супружеских обязанностей в светлое время суток, тем самым как бы усмиряя свое человеческое плод, свои какие-то человеческие потребности. Тем самым они больше приобретают возможности и времени для духовного роста. Они понимают тех бедных, обездольных, которые находятся вокруг нас. Они могут и пытаются себя сдерживать от каких-то желаний, которых у всех нас есть, чтобы именно воспитать в себе те срединные, те умеренные качества, которые заповедовал наш правок Мухаммад, алейхиссарату вассарам. А вообще, как отмечается сам праздник? Ну, праздники отмечаются, начиная с молитвы. Это праздничная, дополнительная молитва, которая проводится в эти два праздника. Люди поздравляют, конечно, друг друга, зовут в гости, тоже соседей, знакомых, близких, родственников. А на протяжении всего месяца Рамадана проводятся и коллективные ифтары. Вот даже несмотря на и кризис, конечно, и коснулся и нас тоже. Но, тем не менее, слава Всевышнему и благодаря нашим братьям, сестрам, нашим спонсорам, каждый день у нас в молитвенном доме в Дягилево вечерами проводились ифтары, вечерние разговления. Порядка 250 человек было каждый день, а в последний день уже это количество достигло до 400 верующих. Ну, какую-то милость-то не принято в этот день подавать. Да, перед праздником, перед Роза-Байрам, все, кто постился, кто не постился, по уважительной причине, даже с маленьких детей, нужно выдавать, так и называется, закат ульфитр, садака, как бы очистительный, за какие-то, может быть, допущенные маленькие прегрешения, упущения во время поста, чтобы Всевышний принял пост людей и дал здоровье, благополучие этому человеку, этой семье, этим людям. А вот давайте еще раз поговорим про празднование. Вот само празднование – это молебен, да? А вторая часть, как-то люди отмечают это дома. Да, конечно, это не только молебен, это еще выступление наш, имамов, обращение к верующим с наставлениями. И в первую очередь это то, что те же воздержания, которые у нас были от наших похотей, тоже это касается не только месяца Рамадана, это должно продлеваться на протяжении всего времени года. И те нравственные моменты, которые мы всегда призываем, уважать старших, помогать обездоленным, воспитывать наших детей, убирать какие-то колючки, какие-то камни с дороги, все это должно повлиять на суть, на воспитание наших мусульман и на то, чтобы люди, которые видят мусульман, видели в них хорошее, благое поведение, чтобы не видели в мусульманах какие-то плохие моменты, которых, даже не тоже у нас, у некоторых есть. Но, тем не менее, мы всегда пытаемся донести до наших прихожан, что нужно как можно больше совершать благих дел и поступков. Во-первых, они закрывают наши какие-то упущения, наши прегрешения. А во-вторых, это благополучно сказывается на нашем общем виде. А в этом году праздничный молебен проведете вы или будут какие-то гости, допустим, из Москвы или из Петербурга? Ну, все мусульмане празднуют этот праздник, поэтому все имамы, и мухтасибы, и мулалары, они задействованы при своих общинах, при своих мечетях, молельных домах. Поэтому обычно все проводят праздники в своих мечетях, где они служат, где они проповедуют. Поэтому и мы здесь будем, и у нас тоже есть имамы, и помощники имамов, которые тоже будут проводиться, как в Рязани, по Рязанской области. Расскажите теперь про людей, которых объединяет этот праздник. Какие это национальности? Национальности, в первую очередь, традиционно мусульманские. Это и татары, это и таджики, это и узбеки, азербайджанцы, дагестанцы. Скажем так, в общем, 33 нации в Дагестане проживают как минимум. Это и чеченцы, это кыргызы, казахи. Хотя них в основном немного, но тем не менее есть арабы, и даже не арабы с африканских стран. У нас и медицинский университет, у нас и другие вузы, где учатся иностранцы. Они к вам приезжают? Египтяне тоже приходят и приходили сейчас тоже на вечерние разговаривания в Молельный дом. Тоже мы все вместе отмечаем этот праздник. Я знаю, что в некоторых странах этот день считается выходным. Но у нас, к сожалению, нет. Но все-таки идут ли как-то работодатели навстречу, отпускают ли людей на праздник? Работодатели всегда идут навстречу, когда они верят, что человек делает это искренне. Тем более, если человек верит в Бога, он и не обманет работодателя. И будет свою работу тоже выполнять наилучшим образом. Поэтому всегда работодатель идет навстречу. За это я тоже очень благодарен и работодателям, и директорам, и фабрик, и заводам, которые понимают, что у человека всего лишь два раза в год такой большой праздник, чтобы дать ему возможность отпраздновать его так, как делается это повсеместно. Но вам кого-то приходилось отпрашивать? Или люди обычно приходят и находят общий язык сразу же? Обычно находят и приходят. Ну, мы знаем, что не только в Рязани есть мечеть. У нас есть центры, так сказать, мусульманской культуры во многих населенных пунктах. Где еще будет отмечаться этот праздник и как? Действующие мечети у нас и в Касимове, и в Подлибках Касимовского района. Это село Бастаново, Сасовского района, это село Азеево, Геремешинского района, там тоже проводятся и праздничные мероприятия постоянно. Кроме этого, у нас есть и функционируют молельные дома в Михайлово, в Скопине, в других районах, где тоже будут проводиться праздничные мероприятия. Также у нас при исправительных учреждениях УФСИН России Призанской области тоже есть молельные комнаты, где тоже будут проводиться праздничные мероприятия. Как же вы везде успеете? Нет, но не то, что я. Для этого есть у нас и образованные имамы, которые тоже и верой, и правдой служат как Всевышнему Аллаху, так и нашему государству российскому, чтобы тот мир и благополучие, которые царят у нас здесь, на примере нашей Касимовской земли уже испокон веков, на протяжении нескольких веков последних, никогда не бывает никаких недопониманий, никаких ссор. Поэтому я и прошу Всевышнего Аллаха, и обращаюсь ко всем, чтобы то взаимопонимание, которое царит, тот мир и порядок, оно должно всегда быть, потому что мы живем и на одной земле, мы дышим одним воздухом. И если человек совершает благие деяния, какой бы религии он ни относился, какой бы нации он ни принадлежал, это всегда будет оценено и Всевышним, и всеми людьми. Сколько дней проводится праздник? Мы разоборим официально это один день праздника, но три дня праздничных, где они тоже идут и проводятся. Но в селах вот в эти дни будут еще какие-то мероприятия? Для жителей, может быть? Ну, насколько мы знаем, у нас по татарским национальным праздникам проводится праздник Сабантуи, который будет в Подлипках. Что у нас с себя представляет? В субботу. Национальный праздник, в основном, это, конечно же, спортивные мероприятия, где избирают самого сильного, батыра, и обычно награждают барашком как живым призом. То, что тоже говорит, что в здоровом теле здоровый дух, чтобы и тело человека должно быть здоровым не только физически, но и духовно тоже, и не только духовно, и физически в том числе. Поэтому тот человек, у которого все гармонично связано, как душа, так и тело, он сможет больше блага принести своим родственникам, своему городу, своей стране и миру в целом. Но ведь вы не только мусульман приглашаете, вот на Сабантуи, например. Ну, Сабантуи у нас организовывают и автономию татарскую, организовывают и администрация районов, поэтому это находится в их юрисдикции. То есть праздник такой большой, сельский для всех. Какие-то есть планы у Мухты Сибата по развитию? Может быть, какие-то мечети будут новые строиться? Что вы планируете? Ну, мы начинаем с молельных домов, чтобы люди и соседи тоже привыкли к мусульманам. Это уже на нашем опыте. Нужно, наверное, сказать, что в этом году, в 18-м году, в декабре уже будет 5 лет, как работает наш молельный дом Дягилева. Конечно же, поначалу, как и везде, были свои трудности, свои моменты, но, слава Всевышнему, уже и соседи к нам привыкли, и понимают, что мусульманам тоже, что у мусульман должно быть место, где они совершают свои религиозные обряды, есть свои религиозные потребности, которые мы тоже должны их выполнять и совершать. Но в районах тоже есть молельные дома. Вот как там обстоят дела? Да, у нас буквально в месяц Рамадан идет расширение молельного дома в Михайлове, который тоже уже не вмещает количество прихожан, что тоже говорит, что мусульман у нас становится все больше и больше, и мы это подтверждаем на наших праздничных мероприятиях «Ураза» и «Курбан-Байрама», когда количество мусульман с каждым годом постоянно увеличивается. Поэтому это говорит о том, что мусульман у нас как в городе, так и в области становится все больше. А есть какой-то учет или нет? Сколько человек? Ну вот точных данных, конечно, у нас нет, наверное, никто не скажет, но если даже смотреть на то количество, если в позапрошлом году на праздники приходило порядка 4 тысяч, в прошлом году это было 5 тысяч, даже больше 5, то в этом году, скорее всего, было бы, наверное, больше, если не поменялась территория, площадка, где это постоянно проводят. Что бы вы хотели пожелать мусульманам в этот праздник? Конечно же, и не только мусульманам, но и всем жителям Рязанской области. Это, в первую очередь, здравие и благополучие. Потому что то, что если человек будет чувствовать себя не очень хорошо, у него и настроения не будет, и не будет желания делать какие-то хорошие дела, поэтому в праздничные дни все мы должны встречать друг друга с улыбкой, тем более, что улыбка это тоже и садака. И всем хотелось бы, чтобы вера у всех у нас увеличилась, и Всевышний укрепил нашу веру в наших сердцах, простил наши какие-то упущения, наши ошибки, помог исправить их, если это возможно, и простить, если это невозможно, и не повторять их в будущем. Я хочу сказать, что это была программа «Городские встречи». В гостях у нас был имам Мухтаси Призанской области Рашид Бултачеев. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на канале «Город». Редактор субтитров А.Семкин